Универсальную сейлку разработал инженер из Северного Казахстана. Улан Сугуров всю жизнь проработал в сельском хозяйстве, а на пенсии занимается конструированием. Его гордость – агрегат для посевной АСУ-3М. Автор идеи считает, такая сейлка лучше зарубежных аналогов. В чем ее преимущество, узнаете у Кристины Горбаченко. Улан Сугуров на завод ходит как на работу, каждый день. Вот только зарплату он не получает, живет идеей. Говорит, на жизнь хватает и пенсии. А сложа руки, сидеть не привык. Специалисты ТО фирмы «Металлоэлектроконструкция» помогли реализовать его проект. По чертежам инженера модернизировали советского предка и собрали сейлку АСУ-3М. Главный элемент – вот этот анкерный сошник. Его Улан Сугуров придумал еще в 1972 году. Это двухконтурный сошник называется. Сменный рабочий орган к этой сейлке. Вносит одобрение и семена. Но они не перемешиваются, а находятся друг от друга на расстоянии 25-30 мм. И в это же время он сохраняет стерню, потому что общая ширина этого рабочего органа всего 15 мм. Для сохранения стерни это самый уникальный вариант. Такой сошник вносит удобрение в нижний слой почвы. На 3 см глубже семян. А значит, они дают больший эффект. Подходит для любых сельхозкультур. Еще один плюс агрегата – пневматическая система высева. Ее дополнили зерноприемником, как у современного аналога Джандира. Но это еще не все. Обод катка для своей сейлки Улан Сугуров сделал сферическим. Он хорошо прикатывает мелкие семена и сам очищается от прилипшей грязи во влажную погоду. Кроме того, аграрии могут сэкономить и на покупке сейлки, и на ее использовании. Стоимость сельхозпредспособления – от 3 до 6 млн тенге. Все зависит от количества модулей, назначения и пожеланий заказчика. Он 10 раз дешевле. А делать такие же функции выполняет. И ремонтоспособные. Любой комплекс сейчас начали ремонтировать, он у нас копеечка обойдется. А здесь можно вместе его сделать. ГСМ меньше. Если посевной комплекс, там на гектар расходы где-то порядка 5-6 килограмм, то он расходит 3,8-3,9. Но и сейчас, как и раньше, разработка широкого распространения не получила. Сетует инженер. В этом году продали только один агрегат. Еще пять простояли всю посевную на заводе. Кстати, в дождливую весну отечественная сейлка легко бы справилась с задачей, говорит Улан Сугуров. Кристина Горбаченко, Адиль Нуржанов, Новости МТРК.